здравствуйте дорогие телезрители мои подписчики на канале youtube сегодняшняя тема необыкновенные растения что такое лизимахия что такое бобиана агостахия вы знаете что это такое ну это просто феерия понимаете это то что вы знаете например децентра разбитое сердце она уж бывает и красное и розовое и белое а что такое лизимахия божжоле вы видели когда-нибудь ну посмотрите это просто супер сегодня я хочу рассказать о том как вообще справляться со всем этим и куда их всех расположить вот это всю красоту потому что на даче место очень мало да у всех уже мало уже ничего не входит ну как в том шкафу у каждой женщины начнем вот так с краю отсюда это великолепное растение декоративно-лиственное роджерсия значит роджерсия чем она так хороша да у нее цвет листьев просто необыкновенный и посаженная к альпийской горке где-нибудь там среди таких же лиственно красивых растений не хотела сказать цветов ну хосты не совсем прям уж цветы да они цветут но их красота в листьях а не в самих цветах конечно она будет оттенять и подчеркивать все что вы там посадите потому что одного цвета зеленые зелено-желтые зелено-белые зелено-голубоватые это все как бы зеленый 50 оттенков зеленого называется а эта красотка от того что она будет чуть чуть ближе в тень они будут темные чуть чуть ближе хотя бы там капельки солнца они будут розовые от обалденное просто растение это растение не потерпит застоя воды а вот эта красотка это асока она особенная вот те дачные участки где много болотистых мест а посадить то красоту хочется чтобы хотя бы уж там какие-то кочки красивые росли так вот это асока причем с такими красивыми листьями она просто замечательно себя на болоте чувствовать ей другого просто и не требуется всегда вода под ногами всегда вот эта кислая она еще кстати цветет такими на тоненьких тоненьких жестких волосиках такие собранные в кривые мутовочки коричневые цветочки на фоне этой листвы бело-желто-зеленый они смотрятся замечательно кстати муравьи эти семечки микроскопические цепляют и сами ее вам рассадят вам даже не придется этого делать ну а это красавица децентра разбитое сердце почему так называется цветок потому что вот здесь на розовой картинке очень хорошо видно каждый цветочек представляет собой сердечко есть красного цвета есть белого розового и этот цветок имея очень красивую кружевную листву выбрасывает цветоносы они сантиметров по 20 и все это покрывается и все висит каждый каждое сердечко отдельно и цветет очень долго и кстати сказать когда я первый раз посадила разбитое сердце мне сказали ты ее не трогай там нельзя ничего с делать и вокруг нее тоже глупости все это как оказалось можете пересаживать даже в цветущем состоянии и ничего с ней не сделается главное не пораньте очень корни любит она конечно солнышко но и в полу тени будет себя замечательно чувствовать значит вот это растение оно вообще необычное видите какой цвет серо-голубой и это овсяница она не любит влаги поливка да а вот застой воды нет дренаж обязательно но такой цвет около альпийской горки или это у вас на газоне композиция да боже ты мой да можно от такого цвета невероятного это же не непривычный для глаза цвет злакового растения это же красота просто необыкновенная я думаю что вы просто забыли что такие растения существуют пока у нас еще есть время хочу вам напомнить вот этот красавчик он тоже необычный высокий цветет вот такими колокольчиками а называется ой нектароскодиум такие названия не запомнишь ну запомните что-нибудь нектар кодиум как-то уже вот так но посадив такие растения где-нибудь там где кончается газон чтобы подчеркнуть красоту зелени этими колокольчиками или на самом газоне она вообще по цвету необыкновенная край колокольчика белый потом розовый середина зеленая еще и там тычинки обалденно красивые ну правда это очень красиво но уход за ними просто примитивный все что здесь представлено не требует укрытия на зиму абсолютно только в самые бесснежные зимы и если у вас это где-то высоко на пригорке где ветер гуляет ну бросьте вы там три ветки лапника поверху ну там замульчируйте там хоть немножко чуток потому что у мелко луковичных растений у подобных растений у них очень близко к поверхности находится вот их корешки все они не уходят глубоко потому что все что цветет особенно вот эти даже мелкие мускарики они почему они у поверхности все находятся потому что их надо прогреть после того как они отцвели прогреть чтобы снова родилась цветочная почка поэтому не парьте себе голову покупайте садите и радуйтесь это же просто чудо девочки мальчики мы с вами более чем кто-либо достойны самых лучших цветов на свете всего вам доброго и до свидания всегда ваша и люблю вас безумно за то что вы такие такие труженики такие самоотверженные тети то не всегда с вами